Здравствуйте! В эфире Хабар 24, хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня. С вами я, Анастасия Шайнусова. Сегодня в выпуске. Отстрел сайгаков. В Атараусской области выявили очередной факт браконьерства. Охотников удалось поймать с поличным. В салоне их машины полицейские обнаружили тушу сайги, рога и два охотничьих ружья. Задержаны четверо местных жителей. Это молодые люди возрасте от 19 до 30 лет. К слову, они не стали увиливать и признались содеянным. Напомним, что охота, сбыт и перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, наказываются в Казахстане ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества. В каких случаях в Казахстане запрещена охота? Без разрешения органов внутренних дел на право хранения и ношения охотничьего огнестрельного оружия. Лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. На редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. На землях населенных пунктов. В зонах покоя и воспроизводственных участках. Грабитель под маской покупателя. Объявление о продаже телефона на одном из сайтов едва не стоило жизни семейной паре из Астаны. Встреча с потенциальным клиентом закончилась грабежом. Для убедительности преступник даже вооружился пистолетом. Жительница столицы даже представить себе не могла, чем обернется попытка продать свой смартфон через сайт бесплатных объявлений. Неизвестный проявил интерес к товару и попросил встретиться на улице Домбыр-Алэ. К счастью, женщина направилась на сделку не одна, а в сопровождении супруга. Правда, это злоумышленника не испугало. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал отдать телефоны у обоих супругов. По данному факту начато досудебное расследование по статье 192 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В ходе проведения оперативно-родостных мероприятий был задержан 26-летний житель города Астаны, который в настоящее время водворен изолятор временного содержания департамента полиции. Почти 5 килограммов наркотиков нашли полицейские в одном из крестьянских хозяйств Шустского района Жамбулской области. Как оказалось, товар принадлежал 36-летнему жителю Тараза. С какой целью он хранил такое количество дурий и как намеревался использовать, выясняется. Осматривая территорию фермы, стражи порядка обнаружили в углу сарая полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Согласно результатам экспертизы, внутри свертка находилось около 4 килограмм высушенной марихуаны и около 1 килограмма гашиша. Задержанный дал признательные показания и водорен в ВВС города Шу. В настоящее время по данным факту начато досудебное расследование по статье 296, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. 4 года тюрьмы за 4 тысячи тенге. Такое наказание грозит жителю семьи, который напал на человека с ограниченными физическими возможностями. 52-летний потерпевший тут же обратился в полицию. По его словам, неизвестный открыто похитил у него деньги, когда тот выходил из магазина. Искать негодяя долго не пришлось. Полицейские установили его личность. Грабителем оказался 50-летний житель города. Его задержали и доставили в отдел полиции. В ходе разбирательства мужчина дал признательные показания, выдав похищенность частичную. По данному факту начато досудебное расследование по статье 191 Уголовного кодекса «Грабеж». Как защитить себя от уличных грабителей? При снятии денег со счета будьте бдительны. Ни в коем случае не пересчитывайте деньги на улице. В вечернее время не стоит привлекать излишнего внимания посторонних лиц к своему смартфону, броской одежде и дорогим украшениям. О времена, о нравы, ничего святого. Если сегодня грабители нападают с пистолетом на беззащитную женщину и отбирают последние деньги у инвалида, то что будет завтра? Время задуматься и быть осторожнее. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, то делитесь информацией с редакцией программы «По горячим следам». Наш электронный адрес – кезикщебулемсобачка.gmail.com. На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар 24.